Хей! Как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и мы играем в новую игру на прохождение. Это игра под названием Price, что означает цена. Здесь почему-то в меню не написано, как она называется, но поверьте мне на слово, она называется именно так. Эта игра абсолютно бесплатная в Steam, и любой может её, в общем-то, скачать, осмотреть, попробовать, заценить. Я узнала о ней вообще совершенно случайно, я просто зашла в раздел бесплатные игры, очень долго искала хоть что-то нормальное, и нашла её. Я удивилась вообще, что она бесплатная, потому что она выглядит достаточно хорошо, у неё, видите, анимированное абсолютно даже, даже меню анимированное, вы просто представляете это? Красивый звук такой, музыка даже написанная хорошо, ну, как бы, я не знаю. Тут даже, смотрите, тут, видимо, ещё даже озвучены персонажи. Это великолепно. Вот, а переведили на русский вот эти ребята. Хай 60 кошек. Вот так вот. Описание, оно на английском, я поэтому не стала его читать, но меня обрадовало, что те, кто перевёл Вальгалу, которую мы с вами сейчас проходим на канале, они перевели эту игру, и я думаю, почему вы не взять её, раз перевели, чё тут? Очень красивая музыка такая прям. Ладно, начнём. Игра коротенькая, на часик всего, так что, возможно, две серии, и, возможно, одна. Как настроение у меня будет? Без камеры, конечно же, потому что тут очень много будет текста занимать вверху, внизу, и, короче, везде. И моё лицо просто не вместится здесь. Господи! Ого! Вот это вам бесплатная игра называется. Тут прям мультик, ребят, показывает. Пожалуйста, помни, я не сбегу. Господи. Это круто, ребят. Иври. Тот персонаж, с которым мы будем играть. Мальчик, если что. Брат. Что-то у него с сестрой будут какие-то неполадки. Говорят, что очень много отсылок в ней. Мистери, я не знаю, кто это. Это... Кот просто. Ива. Сестра. Это офигенно. КОНЕЦ. 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 эту игру. Это офигенная игра. Блин, я реально аниме смотрю, что ли? Все слишком хорошо. То есть, типа, и не покоя. И никакого покоя. После смерти, видимо. Господи. Это реально жутко. Капец. А игра когда начнется, я будто мультик смотрю. Это что, был сон? А, вот началась она. Вау. Блин, это офигенно. О, голова все еще кружится. Который час? Ребята, это как вон та, помните, когда были в черно-белом стиле? Я не помню, как назвалось, но про кошмары, когда ты ходишь там со свечкой, и там все потом меняется в доме. Какая-то Найт Мэрс называлась. Ну, если что, я впишу название здесь где-нибудь. Вот здесь. Еще только полночь. Что? Почему я в комнате Айвы? Айва? А где сама Айва? Да, мне кажется, что она померла, нет? Я думала, она уже померла. Оказывается, это, типа, ну, господи. Что это за ужасная кукла? Странно. Почему дверь заперта? Айва! Айва! Что это за кошмар? Нужно немедленно отсюда выбираться. Подсказки. Если курсор принимает вид миленькой лапки, то это значит, что вы виновили на предмет, который можно осмотреть или взять с собой. Чтобы использовать предмет, нажмите на него в инвентаре, после чего он переместится в рамочку посередине. После этого клините по цели, которую вы хотите этот предмет применить. Понятно. Сюжет продвигается по мере нахождения связи между находками. Чтобы связать находки между собой, меню находок выставите по находке сверху и снизу, затем нажмите связать. Окей. Все вроде понятно. Блин, офигеть. А как я ходить буду? А, я никак ходить не буду. Ага. А, нет, я вот так хожу. А, нет, я так не хожу. То есть я вообще не выхожу, по идее. Они анимацию ходьбы не делали. Ну и ладно. Я все равно считаю, что игра крутая. Они сделали офигенный пенинг. Ребят, скажите, что офигенный. Давайте скажем, что офигенный. Все дружно. А, офигенный пенинг. Ой. Блин, господи, что я делаю? Вот он сам будет походить. Смотрите. Похоже на часть ключа. О-о-о. Круто. Айва. Фух, я уж думала, что это страшное. Оказалось просто кукла. Господи, прекрати петь. Она прекратила петь. Ребят, мне страшно. Не страшно. Сейчас вроде не ночь у меня, но и не вечер как бы. Просто дождь начался, и очень темно сейчас в комнате. Но я свет включила, но все равно жутко. И откуда она в моей комнате? Ладно, вроде как это просто кукла. Она пытается меня перекрыть своим пением. Новая находка. Эта кукла выглядит точно как Айва, но глаза у нее какие-то странные. Все, больше ничего нету. Картину осматриваем тогда. Надеюсь, скримеров тут нету. Между жизни и смерти. Наверное, это просто пейзаж. К чему бы это? Что означают эти узоры? Цветочки какие-то. Что? What does this carving mean? Он просто решил на два языка, если, типа, вдруг я не поняла на русском. Он просто, видимо, понимает, что я сейчас в последнее время очень часто на английском играю в игры на канале. Он только говорит, а меньше ты поймешь вот так вот. И говорит, ну спасибо, парень. Я пойму и так, и так. Я мультиязычный летсплеер. Шкатулка. Она сломана и больше не играет. Интересно, для одной из них нужен ключ. На картине изображен обожженный цветок. Видимо, кто-то там... Видимо, пожар у них был. Какой-то. Почему часы остановились? Мне кажется, потому что уже и Айва умерла довольно давно, а ты просто бредишь. Сам по себе. Чары иллюзий. Сожгите благовоние и позвольте границу между сном и реальностью растаять в печенье наслаждения. Это секрет, подвластный лишь дьяволу. Смерть не должна поддаваться его обману. О, это прямо как в этом. Ваневоуфт. Вспомните? Надеюсь, вы уже посмотрели серию. Если нет, то... То ваша проблема. А, это все то же самое. Ой, жутко в шкаф залезть. Заперто. Ну, понятно. Ничего интересного, в общем-то. Ничего нового. Красивые цветочки, но они кажутся не настоящими, да и не пахнут. Я случайно оторвала лепесток. Хм. Благовоние, значит, будем сжигать. Окей. В ящике лежит нож. Возьму, вдруг понадобится. Ой, ё. Что это было? Такое чувство, будто за мной наблюдает. То, что какая-то баба поет на заднем плане тебя не смущает, да? Потрепанный плюшевый мишка. Сзади на ленте написано «С днем рождения, дорогая». Лента так сносилась, что написано «Ни едва ли можно разобрать». В корзине лежит сверток с порошком. Он вкусно пахнет. Ну, что-то голова закружилась. Потому что наркотики не надо было употреблять. Ладно. Карта Таро. Влюбленные, но изображены здесь еще совсем дети. Второй ящичек открой. Заперто. Похоже, нужно ввести пароль. Что? У меня нет пароля. Господи, кто на замках... Кто на шкафах своих пароль ставит, ребята? Скажите честно. Я уже взяла сюда все, что может мне пригодиться. Под кровать лезь. Почему я вдруг спал в комнате Айвы? Почему ты такой... Почему он так злобно это говорит? А, это находки. Кукла. Точная копия Айвы. Причем я никогда раньше ее не видел. Весьма пугающая находка. Потреп на блюшовый ныбед. Надо, по сравнению сзади, почти не разобрать. Наверное, это подарок на день рождения. Приятно пахнет. Начинает журзить голова. Ладно. То есть, я ничего не могу связать пока? Нет. Никакой связи нет. Окей. Как мне выйти отсюда? Все, я вышла. Аллилуйя. Поставил свечу на тумбочку. Зачем? Взял свечу со стола. Лол. Ладно. А давай попробуем. Да, лепесток. А. Нет, видимо, это не так работает. На лепестке начинает проявляться символ. А, все. Пять, пять, пять. Пять. Господи. Господи. Что это было? Хватит меня пугать. Ничего нет. Потом окажется, что он просто псих. И на самом деле он умер. Да, пароль сейчас пять. Подожди, он не водится. А, водится. Пять, пять, пять. Нет, похоже, нужен другой пароль. Я не понял. Тут написано пять, пять, пять же. Хе-хе-хе. Давайте что-нибудь порежем уже. Ну, пять, пять, пять. Нет? Ладно, мне все равно уже. Ты что поешь, а? А ну молчать. Хе-хе. О, может быть. Если глаза странные, то ножиком. Ой. Вырезала кугли глаза ножом. Это пипец. Новый предмет. Шестеренка. Ой, как же противно. Но все же я должен был это сделать. Это было отвратительно, ребята. О, может быть ножом? Дверь. Нет? Что я сделала... Все, что я должен сделать, это выйти, верно? Ну, насколько я знаю, вроде да. Могу ошибаться. Огонь потух, комната уже понемногу остывает. Так, сложно что-то либо разглядеть под таким слоем пепла. О. Вторая часть. Отлично. Значит, нам нужно найти... Первую часть. О. Что я нашла? Подождите. А, нет, это находка была. Кадила. Холодная уже ничем не пахнет. Ой, не пахнет. Не пахнуть. Новая логическая связь проведена. Благовоние. Аромат, какой я часто чую. Видимо, выделяюсь, когда сгорает этот порошок. Так, чары иллюзии и благовония. Кадила иллюзии. Похоже, что этот порошок некий коллекционоген. Откуда вообще взялась что-то подобное? Ну, любила нюхнуть. Нормально, нормально. Так. Я забыла, что я не могу так ходить. Так. Ну, тут же написано... А! Подождите, это не 5, 5, 5. Это 6, 6, 6, наверное. Сейчас попробуем. Лол. Нет, другой пароль. Да вы издеваетесь. Ну, ребят, ну что тут написано? Ну, 5, 5, 5 же, нет? Или 9, 9, 9, может? Отсылка может быть, нет? Ну, тут 3 одинаковые цифры. Я вижу же. Господи. Так я могу тут... И Айва написать, например. И тоже не то. О, боже мой. Прохождение этой игры существует вообще? Ребята! Нет прохождения. Так, кадила мы взяли. Ой. О, мы можем сохраниться. Сохранить игру эти узоры? Окей. Лучшее описание, мне кажется. Дорогому папе? Этот мужчина на картинке наш отец? Но я не могу вспомнить, как он выглядел. О! О, ребят, мы что-то новое узнали. Эм. Что происходит? Что это было только что? Я один это видела? Нет, это я тоже видела. Я не поняла ничего, ребят. Что это, блин... Извините. Что это было? Отцовский подарок. Пришел медведь. Подарок Ави от ее отца. Поэтому она его очень бережет. О! Ну, мы уже походу разгадали все, да? Нет? Сможет, я не вижу чего-то очевидного, ребят. О! Под кроватью ничего не должно быть. Эй, а это что? О! Все-таки я невнимательная, на самом деле. Тут реально нужно вот все осматривать. Это реально квест. Мне это нравится. Почему я вдруг спал в комнате Айвы? Откуда я знаю? Может быть, у вас это нормально в семье? Так, шестеренка один. Небольшая шестеренка. Не уверен, должны ли сюда подходить те шестеренки, что я нашел. Ну, попробуй. Замечательно подходит. Что тут у нас? О, милая песня. Вот это мне уже больше нравится, чем... Чем то, что на заднем плане всегда играет. Здесь изображено. Что здесь изображено? Тут ничего не изображено. Что это вообще такое? Ребят, что это? Я не понимаю, что это? Просто пупырки. Пупырки на цилиндрическом... На цилиндре металлическом. Не на цилиндрическом, металлическом. 666 тут изображено, нет? Нет. Я уже начала выучивать эту песню. Ребят, не обращайте внимания. Я просто сейчас смотрю, как люди пароль вводят. Я не знаю, кстати, это русские. Кстати, нет, вроде не русские. Я первый русский летсплейщик, кто играет в эту игру. А на самом деле оно китайское. Я только сейчас это увидела. Удивилась. Обрадовалась. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так. Тут какой-то вот компонент. Два. Я увидела, что люди его делают что-то с часами. Попробуем. Починил их с помощью найденных деталей. О, боже. Кукушка вышла. Вау! Ох, это просто кукушка в часах. А это что? Повешенные, но на карте изображена... Какая мерзость! Это ж твоя сестра изображена. Какая еще мерзость. Так, у нас две карты Таро. Отлично. А-а-а! Нужно ее повесить. Так, та карта повешенного. Это намек на то, что я должен держать куклу вверх ногами? О, господи. Ай! Что б тебя? Что это? О, это ключ! Что он с ней сделал? Почему он там ее укутал потом, что ли? Отлично. Чары воскрешения. Здесь написано. После того, как человек умирает, его тело разлагается, поэтому воскресить человека можно только привязав его в душу кукли посредством заклинания. Однако, оказавшись в мире живых, воскрешенный может предстать призраком. Несмотря на благие намерения воскрешающих, вернувшийся в мир живых существа будет нести лишь проклятие и смерть. Да, упокоит господь их души. Они хотели там вернуть кого-то из мертвых, что ли? Как Айва может быть ожившей куклой? Ой. Кукла? Эм. Хе-хе. Ну, это невозможно. Должно быть, я сплю. Эм. Кукле хорошо, видимо. Кукла такая... Хе-хе-хе. Да-да-да, это я. Вот только что Айва пожелала мне. Доброй ночи. Она стояла передо мной живая. Живая. Смотрите, он говорит... Он говорит по-китайски. Такого не может быть. Это всего лишь сон. Просто сон. Мне нравится, как кукла улыбнулась такая, типа... Да-да, мэн. Че ты... Че ты паришься, парень? Хе-хе-хе. А, это кот наш. Видите, тут три пупырки. Тут семь пупырок. Тут две. И тут пять. Три, семь, два, пять получается. Капец. Я бы никогда до этого не надумалась. Честное слово, ребят. Никогда бы. Три, семь, два, пять. Это флейта? Пиккало. Немного потертая. О, здесь что-то есть на три. Половинка нотной страницы с реквиемом. Хм. Интересно. Я не знаю, с чем это можно связать. Может, с Айвой? Нет? Видимо, пока еще не есть, чем нам связать. Больше там ничего нет? О! Кажется, работает. Что? Папа? Выпусти меня. А? Пожалуйста, выпусти меня. Прошу тебя, выпусти. Мне... Мне пора убираться из этого проклятого места. Ключ. Я дам тебе ключ, если ты меня выпустишь. Эм... Ребят, я не знаю. Я не доверяю чувакам, которые сидят там. Если ты меня... Если ты меня что? Может, дать ему ключ, я не знаю. Ведите пароль? 666, может быть, в этот раз? Да. Блин, мне страшно. Господи, зря мы это сделали. О! Кит! Это был кит! Это был маленький кот. А! Говорящий. Огромное спасибо, мой юный хозяин. Кот? Так мило. А? Я не такой реакции ожидал. Иди сюда, киса. Не смей ко мне так обращаться. Разве ты не был напуган еще минуту назад? Я думал, что в шкафу что-то страшное. Так что я успокоился, когда увидел столь милого котика. И говорящий кот тебя не смутил? Ну, это не так уж и странно. Я просто немного, ну, ебануто немного, но ничего страшного. Ведь возьмешь что угодно, может случиться. Думал, что раз происходит что-то необъяснимое, значит сразу сон. Какие же люди глупенькие. Что ты имеешь в виду? Забудь. Держи ключ. Ты дал мне ключ, китс. Надеюсь, ты не застряешь в этом кошмаре навечно. Прощай, мяу. А ты куда? Я думал, мне будет веселее с котом. С котиком. Он милый, но говорящий. То есть он намекает на то, что это не сон? Кот, ты умеешь петь? Реквием. Ни с чем его связать. А, тот аромат, что я учусь и учусь, похоже опьянел меня. Теперь же, когда его нет, мой разум гораздо чище. Это логично. То есть тут будет смысл в том, что он просто набухался, что ли? Точнее, ну, опьянел. Надеюсь, мне ничто не помешает. Как связать их вместе? Ну, попробуй, иди вставь. Я не знаю. Попробуй. Все, что я должен сделать, это выйти, верно? Ну. Понятно. Все не слава богу. О, детство. После смерти отца мы держались друг друга за руки. Ха, знакомая мелодия. Получил достижение Пиккола. Ой, я помню. Это реквием, что играл на похоронах отца. Будучи малоизвестным музыкантом, отец умер в бедности. Давайте я уберу, чтобы умереть. Его пианино продали, а нас с братом отправили в приют. Мне было страшно, ведь отец больше не вернется. Но Айвори сказал, что никогда меня не бросит. Никогда. Никогда. Почему она продолжает на заднем плане играть, когда у нас этот мультик идет? Я ее не понимаю. Женщина. Ах, как это было давно. У нас теперь две мелодии играет. Видите, какая-то какафония просто. Мои бедные уши. И ваши бедные уши. У меня не осталось семьи, кроме Айвы. Мы всегда были близки, никогда не расставались. Но почему мне кажется, что эти воспоминания Айвы, точнее, Айвы, а не мои? Теперь она поет уже просто под аккомпанемент, я бы сказала. Ответ находится прямо из этой двери, но стоит ли мне ее открыть? О, мне страшно. А-а-а. Хорошо. И что нам это дает? Айва не вернется, верно? Больше не будет тех дней, когда мы вместе жили и встречали друг друга по утрам. Я больше никогда не почувствую тепла ее рук. Я не собираюсь бежать от этого. Я тебя ни за что не брошу, пока ты будешь со мной. Я спущусь за тобой даже в ад. Потому что я люблю тебя. Это все? Это все? Что вообще? А в чем был смысл, я не понимаю? Так кто... Кто умер-то, я не понимаю. Ребят, Айва умерла или он? А кто мистери, вон тот мужик, который был вначале, его вообще не показали? Никакого, типа, ну, спокойствия в могиле. Типа, как это сказать? Спи спокойно за могиле. Ой, господи, я не знаю. О, боже. Ты жива? Доброе утро, Айври. Айва? Айва, твои глаза. Что с ними? Ничего. Доброе утро, Айва. Мы обещали друг другу всегда быть вместе, и я никогда себя не покину. Айври. Господи, что не так? Что не так с ними? Все же нормально, нет? Что это? П? Цена, типа, или что? Что? Из того момента брат с сестрой жили долго и счастливо. Что? Думаешь, я поспешил? Разве не все сказки должны так заканчиваться? Да и потом, мне кажется, что такой конец больше всего подходит. Что скажешь? Да я вообще ничего не поняла. Цена была разблокирована. Чего? Мне второй раз игру проходить, что ли? Я не понимаю. Что происходит? Эта игра очень непонятная, ребят. Тут темный экран теперь. О, да, вот теперь, смотрите, написано прайс. Цена. Наконец-то, типа, я открыла, что ли, прохождение? Ребята, я не знаю, что, но если тут есть какая-то концовка другая, то я ее обязательно вам покажу. А пока что, да, вот такая вот игра. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. С вами была Морская Свинья. Всем удачки и пока!